Здесь же вечность перед нами. Вечность и нисхождение Духа Святаго. Поэтому мы не прекращаем перезвон, ударом на все колоколы. Вечность и нисхождение Духа Святаго. Вечность и нисхождение Духа Святаго. За спиной у меня колокола, это наша учебная звонница. И русские колокола, я полагаю, это самый доступный демократичный инструмент нашей русской традиционной культуры. Научиться звонить может практически каждый. Была бы мотивация к звону. И даже если он не обладает такими качествами, которые необходимы звонарю, как чувство ритма, координация движений, всему этому можно научиться и развить те качества, о которых я сказал. Но надо мной есть градусник, который сегодня показывает довольно-таки теплую для себя температуру, 18 градусов. Но если бы температура, как это было неделю назад, стояла ниже 28 градусов Цельсия, то мы бы не звонили. Потому что на морозе колокольная бронза становится хрупкой. И мы боимся утратить, разбить наши замечательные исторические колокола. Ради того, чтобы осветить воду в храме, используется водосвятный звон особый. Я могу показать его. Это вид перезвона, один из видов такого особого звона, который осуществляется таким образом. Последовательно от самого большого колокола к самому маленькому по 7 ударов в каждый колокол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok